Всем привет в эфире детали не формат передача в которой мы рассказываем об интересных людях живущих рядом с нами герои сегодняшнего выпуска спортсмены ну что погнали она изменила себя и помогает другим стать лучше диана бобрецова фитнес тренер с идеальной фигурой когда хочешь победить научись вставать и биться до конца в этом уверен юный борец иван колесов золотой тренер виктория нейфельд знает как художественная гимнастика помогает жизни мир фитнеса затягивает все больше людей с каждым разом занятия становится приятной необходимостью наша героиня знает об этом не понаслышке еще студенткой она начала самостоятельно тренироваться в спортзале теперь и хорошо знакомы сушка читмил и другие премудрости фитнеса она неоднократный призер и победитель соревнований в номинации фитнес бикини знакомьтесь диана бобрецова диана скажи пожалуйста когда ты заделась фитнесом фитнесом я заняла на втором курсе института это примерно лет десять назад а что вот было причиной мне хотелось рельефность тонус мышц и поэтому я пошла в тренажерный зал ты сразу с тренером начала заниматься или нет я не могла себе позволить тренером поэтому я изучала сама видеоролики с техникой упражнения и постепенно постепенно это все прорабатывала в тренажерном зале ну сейчас ты наверно уже дипломированный специалист да сейчас да конечно сколько людей людей ведешь кого тренируешь в основном это девчонки они обращаются как на похудение сброс лишнего веса так и на набор мышечной массы тяжело быть тренером это же такая ответственность но это интересно работать с людьми мне нравится когда начала выступать и вот те соревнования на которых ты не так давно победила это были первые или уже не первые соревнования в этом сезоне это были первые соревнования но я выступаю уже с 18 года поэтому меня опыт достаточный насколько сложно готовиться вот к таким выступлениям потому что я знаю что сушка это такое напряжение для организма тренировки они остаются тренировками конечно нужно соблюдать все нюансы в питании а как как меняется питание что и что ты добавляешь что убавляешь в рационе нужно соблюдать кбжу норму белков жиров углеводов обязательно нужно есть жиры многие девчонки думают жиры убираем все мы худеем нет это так не работает поэтому нужно сбалорентированное питание достаточный белок вот меня знакомы которые тоже выступали на таких соревнованиях они говорят что уже ближе к самому турниру ты уже практически даже ничего не соображаешь ну конечно за день и в день соревнований там мы и не пьем и не едим чтобы быть суше поэтому да поэтому там надо прям на силы воли никто не падал в оборот были случаи да были случаи когда девчонка уже все готово выходить уже при параде так скажем переволновалась перенервничала все и стало плохо и она просто не вышла на сцену да такое было вот вы за сцены там поддерживать и друг другу как-то помогаете да конечно мы расчетываем волосы поправляем макияж завязываем купальник смотрим позирование насколько вообще-то на сколько сложно чтобы выступать как я уже сказала тренировки они остаются тренировками главное соблюдать питание и все будет отличие а когда ты почувствовал что вот приз будет твой я уже ехала когда на москву я знала то что я первая то что я победа будет за мной я потому что так всегда настраиваюсь когда выхожу когда еду на соревнования у тебя уже получается есть какие-то до достижения да конечно резила на москву в двадцатом году и тоже заняла первое место поэтому я уже являюсь как двукратной чемпионкой москвы насколько сложно поддерживать себя вот постоянно в хорошей форме ну нужно делать кардио тренировки в основном девчонки это делать не любят но это обязательно нужно делать и питание ну вот можно сказать что питание это основное да да 80 процентов успеха зависит от питания не тяжело так всю жизнь не хочется сорваться там что-нибудь поесть такого я устраиваю себе такой день обычно это воскресенье неделю я питаюсь правильно да и воскресенье я устраиваю такой себе день разгрузочный читмилл называть да читмилл когда ем все что хочу это может и тортики роллы и пицца булочки с сыром прям обожаю просто поэтому да воскресенье обычно это я на ужин сделала да покушала с чистой совестью легла спать и начиная неделю заново как заставить себя ходить в зал всегда сложно начать но когда ты начинаешь она уже хочется 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 возвращаться и возвращаться в зал ну вот говорят что привычка приживается за 21 день ну то есть грубо говоря если ты месяц походишь в зал да активно тоже потом наверное будешь постоянных да примерно месяц какие упражнения у тебя самые любимые мои самые любимые упражнения да не все любимые я могу сказать нелюбимые упражнения давай какие это одно разгибание ног сидя на переднее бедро а вот как подобрать себе хорошего фитнес-инструктора потому что начинающему человеку уже все равно надо будет как-то выбрать чтобы не сорвать спину там не травмироваться надо посоветоваться с опытным человек всегда есть пробная тренировка вы приходите на пробную тренировку если вам понравилось да и общение с тренером и как он преподает то вы конечно с ним остаетесь и конечно смотрим результат девчонок до и после фотографии и конечно же делаем вывод идти к этому тренеру тренироваться или нет то есть надо небольшое такое расследование провести да 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 как долго длятся твои тренировки мои тренировки на подготовке длятся около двух с половиной часов да это силовая тренировка плюс кардио в качестве кардио что у тебя я люблю и бегать и эллипс устраиваешь ли ты себе отпуск от фитнеса да после соревнований я исключаю тренажерный зал на недельки две и хожу там на йогу можно походить в бассейн более такое спокойно да там на пилатес на растяжку вот как кстати восстанавливается режим питания после такой сушки после соревнований мы делаем в этот же день опять такую загрузку да кушаем все что душа пожелает и на следующее утро обратно в режим поэтому я заранее приготовлю себе контейнеры с едой чтобы да сделать такой чит мил и потом обратно войти в режим сколько людей уже через тебя прошло за годы тонировок ты считала о нет но достаточно остается ли вы потом на контакте продолжаешь с кем-то общаться конечно девчонки обращаются ко мне за советами то есть связь не теряет нет 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 всегда на связи сколько времени на так чтобы подготовить себя к пляжному сезону ну более-менее так смотря какой исходник да если надо убирать достаточное количество жира то конечно нужно начинать за месяц 4 если даже не больше вообще в идеале сколько без вреда для организма за месяц можно сбросить килограмма три так мало да да но зато девчонки едят все что хотят что тебе нравится вообще вот в тренировочном процессе тренер он как психолог многие девчонки и мальчишки приходят и рассказывают такие интересные вещи поэтому нужно как и тренировать таких поддерживать каких-то жизненных там ситуациях историях даже просто и помогут о жизни поговорить и просто да 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 конечно все так где можно отучиться на фитнес инструктор сейчас очень много онлайн школ поэтому можно даже не выходя из дома отучиться пройти практику тренажерном зале и сдать экзамены что сейчас в тренде вот фитнес индустрии бодибилдинг фитнес ну и заключение что пожелаешь тем девушка может быть парням которые вот никак не могут собраться силами духом и пойти прийти в зал начнем с того что нужно найти хорошего специалиста да который вам покажет как пользоваться тренажерами разберет нюансы в питании и даст мотивацию ну тут она с мотивацией то прежде всего надо к себе обратиться да да конечно это должно быть от себя сходить ну и пожелания нашим телезрителям занимайтесь спортом готовьтесь к пляжному сезону потому что он уже не за горами ну желаем всегда оставаться в хорошей форме и чтобы те кто к тебе обращаются тоже за поддержкой ты помогала им становиться красивее сильней увлечение спортом привитое с детства может сильно повлиять на будущее тут главное найти свой близкий тебе вид спорта однажды иван колесов наш следующий герой послушал своего дедушку и пришел в вольную борьбу теперь он часть большой борцовской семьи иван скажи пожалуйста как давно занимаешься борьбой борьбой занимаюсь уже семь лет вот тренируюсь постоянно только в этом зале сколько тренировок в неделю у тебя ну в неделю делаю шесть тренировок каждый день получается кроме воскресенья как ты попал в борьбу как пришел в этот спорт может быть чем-то другим занимался до этого да занимался теннисом большим но потом решил перейти на борьбу у меня дедушка и занимался так что решил пойти на борьбу попробовать этот вид спорта что тебе понравилось или может быть изначально было не очень приятно в борьбе ну поначалу было трудно привыкать к такими нагрузками но потом уже когда начал в форме тренироваться по всему привык и подружился с ребятами начал постоянно ходить не пропускать вот говорят что борцы то большая семья вот и можешь сказать что у тебя тут здесь много тоже друзей все все свои парни да все свои все дружим гуляем постоянно ездили много куда были много где все вместе жили первые соревнования по борьбе помнишь свой да помню в сжи были я тогда первую схватку проиграл расстроился ничего потом собрался нормально на следующих соревнованиях третье место занял когда на соревнования выходишь волнуешься ну конечно есть волны не но когда уже много раз выступал уже не так сильно получается перебороть себя выйти показать все что подготовил выступить достойно вот когда выходишь на ковер стараешься как-то излучать такую уверенность чтобы соперник сразу понял что будет ему нелегко да да ковер держать стараюсь середину как-то морально показать себя больше болевые качества силу ну вот у тебя недавно были соревнования поздравляем тебя с очередной медалью насколько сложно было бороться все таки со всей россии приезжали ребята да ну наверно самая трудная схватка у меня была за выход финал с моим соперником из ёж королы я его выиграл 4-2 первый период выиграл 2-0 потом два балла отдал и еще отстал 2-2 на последнем периоде получилось забрать два балла вырвать победу но вот во время схватки думаешь как то есть какой-то у тебя тактический какой-то рисунок понимание того как ты будешь действовать есть наработанные приемы которые мы постоянно отрабатываем у меня своя борьба навязана свою борьбу веду стараюсь чтобы соперник не включался сам стараюсь вести борьбу сколько у тебя вообще в медали наверняка не одна и не две ну да медали очень много много где был на соревнованиях в чебоксарах в карелии у медали штук 35 будет точно с кем-то из ребят из других регионов поддерживаешь какие-то связи контакты с мальчиками из муртии мы участвовать в чебоксарах были на сборах все активно общаемся в контакте переписываемся как в школе учишься в школе но хорошо учусь хорошо в классе знают что ты спортсмен да знаю приходит болеть нет у меня еще одноклассники занимаются борьбой как ты думаешь вот как ты изменился за вот эти 7 лет сколько ты занимаешься борьбой что в тебе изменилось можешь так вот проанализировать ну я думаю я стал морально более сильнее дух появился не сдаюсь бывают тренировки после которых там думаешь надоело все пойду в лыжи нет я это дело люблю так что таких мыслей не возникает постоянно на ковер прихожу люблю это дело но вот у нас есть и девочки борцы кстати может быть приходилось с ними тренироваться нет да они с нами на сборах в чебоксарах были тоже и в паре стояли тоже занимаются с нами как вы думаете женская борьба это хорошее дело да неплохое хорошее тоже для здоровья очень хорошо вот кстати после большого тенниса там приходится тоже много бегать да такие на нагрузки аэробные здесь в борьбе нагрузки больше что мы как вот сравнить вот если да здесь нагрузки немного больше но ты становишься сильнее с каждым днем все привыкаешь к нагрузкам первое время конечно тяжело но потом уже включаешься и все нормально так иван скажи пожалуйста ближайшие соревнования какие у тебя будут вот в мае ближайшие ну скорее всего республиканские энергии нибудь ежегодные которые проходят ну это наверно завершающие уже в этом сезоне будет больше наверно не намечается а когда у тебя вот наступает межсезонье ты стараешься как-то поддерживать форму может там пробежаться лишний раз или что-то ну да летом постоянно бегаем кроссы сюда в зал приходим тоже тренируемся летом тренировки постоянно с утра побегать как у тебя тренера насколько суровые тренера у меня очень хорошие все по делу только постоянно подсказывают поддерживают где надо так что все отлично бывает так что какой-то просто жизненный совет могут дать а конечно поддерживать трудную минуту всегда тут с этим постоянно себя поддерживать какое-то хобби у тебя есть помимо вот занятий борьбой ну так дополнительно математику еще изучаю хожу к репетитору window tip ему лишь так вот любишь математику да ну да да мне математикю как то так сердце лежит тоже а в олимпиадах наверное участвуешь не в олимпиадах сейчас не участвовала как бы в стране обум maniac не успел поучаствовать думал следующем году удастся поучаствовать он наверное получается учитель математики тебя любит ну наверно то есть ну по математике тебя там стабильные какие-то четверки-пятерки? Да. Стараюсь этот предмет больше изучать. Мне больше нравится, чем другие. То есть потом, может быть, планируешь как-то дальше связать с ним судьбу или пока не знаешь? Ну, пока не решал еще. Вот математика развивает тоже логическое мышление, да? А ты вот как математик можешь даже на ковре просчитывать некоторые ситуации. Бывают такие моменты? Да, надо что-то где-то рассчитать. Сколько? Например, у тебя времени осталось. Например, 20 секунд. Надо отработать его полностью, забрать баллы. Нужное количество. То есть ты еще успеваешь следить за табло, которое придет, да? Да. И подсказывают, кто секунданты. Сколько времени осталось, надо использовать самым. Отыграть баллы. Ну, наверное, есть желание попасть, может быть, в нашу сборную? Ну, конечно, есть. Для этого много надо трудиться. Вот стараюсь на тренировки ходить каждый день. Ну, в планах, конечно, стоит попасть. Ну, а вообще, вот в борьбу почему стоит прийти заняться борьбой? Вот мальчишкам, девчонкам? Во-первых, для здоровья. А во-вторых, сможешь за себя постоять постоянно. Ну, всегда уважать будет. По улице спокойно будешь ходить. Ну, не приходилось где-то на улице применять? Нет. Надо тут все проявлять за ковром, а не на улице. Тут же для этого тренируешься, чтобы результат показать. Ну, вот говорят, что борьба такой, вид спорта, как такой некий фундамент. И ты, если даже ты потом перейдешь в другой, то у тебя будет такой большой запас прочности. Ну, конечно, волевые силы, например, сила духа, это все относится к этому. Что пожелаешь ребятам, которые, может быть, вот смотрят сейчас на экране тебя и думают, вот у парня медаль, может быть, тоже пойти попробовать? Естественно, прийти попробовать. У нас есть для малышей, вот кто хочет заниматься, может, одетель увидит. Когорта есть в Ильгарте, здесь тоже тренировки. У меня тоже есть младший брат, тоже будет заниматься вольной борьбой. А то есть уже младший брат уже тоже хочет идти, да? Да, конечно, тоже будет заниматься следующего года. Давай, скажи в камеру, приходите заниматься борьбой. Приходите заниматься борьбой. Быть спортсменом сложно, быть тренером еще сложнее, ведь ты переживаешь за каждого своего воспитанника. А если это твои дети, то еще и вдвойне. Мастер спорта СССР по художественной гимнастике и почетный тренер Республики Коми Виктория Нейфельд не раз помогала своим воспитанницам, среди которых были и ее дочки, покорять самые разные пьедесталы. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт? В мой любимый вид спорта художественной гимнастики пришла в 7 лет. За несколько дней до 1 сентября в первый класс. Из 7 лет я занималась ровно 10 лет, чуть больше. Какое у вас звание? Звание у меня мастер спорта Советского Союза благодаря талантливейшему тренеру Татьяне Ивановне Тюпенко. Вспоминайте свои занятия. Тяжело было на тренировках, наверное? Ну, конечно, непросто было. Много работать нужно. Не было желания уйти? Никогда не было желания уйти. Мало того, что я уже с детства знала, что я буду тренером работать, поэтому меня всегда это заинтересовывало и всегда шла вперед, несмотря ни на что. Когда начали тренировать? Помните первые тренировки своих воспитанников? Первый опыт тренерский у меня был уже в среднем возрасте, может быть, чуть старше, когда я всегда предлагала свою помощь моему любимому тренеру в качестве тренера. Она всегда этому была очень рада. Сколько у вас воспитанников через вас прошло, помните? Очень много, учитывая, что я уже отработала 34 года, поэтому воспитанников очень много. Среди них 15 мастеров спорта. Они все мои любимые, дорогие. А самое главное, что из этих 15 мастеров спорта двое – это мои личные дочери. Они, видимо, не стояли перед выбором, каким спортом заниматься, да? Да, у них никогда не было выбора, потому что мама всегда в зале, мама всегда на соревнованиях. И это очень хорошо, что у меня две дочери, потому что они всегда были со мной в командировках, на всех соревнованиях. А сейчас самую большую помощь я получаю именно от них. Помните их первые победы, первое выступление? Самые первые. Это был всегда счастливый момент, учитывая, что всегда на соревнованиях присутствовали бабушка, дедушка, папа. Поэтому всегда было очень радостно. Ну вот за нашими спинами столько наград. Тут, наверное, и ваши, и у дочерей, да? Это комната у младшей дочери, которую зовут Снежана. Это только ее награды. Она попала в такое время, когда на соревнованиях стали дарить красивые медали, большие кубки. Если у старшей дочери, которую зовут Злата, то в те времена не использовали такую наградную продукцию, или гораздо меньше. Поэтому у Снежаны, конечно, гораздо больше и интереснее. Дочки ваши сейчас тоже, может быть, на тренерской работе уже? Или как? Да, обе дочери работают тренерами. Старшая Злата работает в Москве уже два года успешно. Младшая здесь со мной в Сыктывкаре учится на спортивном факультете. Сколько у вас сейчас подопечных воспитанниц? Сейчас в данный момент около 50 детей, а в целом 500, наверное, не знаю, в целом. Есть ли у нас талантливые девчонки? Подрастает ли молодежь? Конечно же, они всегда есть. Самое главное тренеру это верить в них. И на данный момент у меня есть очень хорошая девочка, с которой мы в этом году, Вероника Булышева, мы участвовали на всех самых главных стартах в стране, начиная с сентября месяца, и вот только приехали с всероссийских соревнований по правилам небесной грации, где достаточно успешно она тоже выступила. На первенстве России в феврале месяце она попала в финальную часть соревнований. Это впервые в моей карьере, потому что, учитывая, где я работаю, я не в спортивной школе работаю, а в муниципальном учреждении дополнительного образования «Орбита». Все 34 года в одном месте я работаю. И условия для работы не такие комфортные, так скажем, потому что сейчас в художественной гимнастике нужны для результата большие залы с огромными потолками. У нас такого нет, но мы стремимся вперед, используем любые варианты тренировок, и я думаю, что у нас все получается. Ну, в общем, талантливая молодежь подрастает, да? Конечно. Вообще, гимнастика, наверное, очень сложный вид спорта, да? Со стороны, конечно, кажется, все красиво, там, носочки, растяжечки, но каким трудом это достигается? Художественная гимнастика – это сложный координационный вид спорта, физически очень сложный. И тренироваться детям приходится каждый день, в неделю, один выходной, и до этого одного выходного очень много. После выходного они приходят уже как будто бы опять не в форме, поэтому приходится тренироваться и в отпуске, и в праздничные дни регулярно. Ну, вот у вас вся семья в спорте, да? Это, наверное, так здорово, что такая получается, у вас уже династия, можно сказать, спортивная. Ну, да, династия. Мама в свое время давно-давно увлекалась художественной гимнастикой, но очень мало занималась. Затем меня привели в художественную гимнастику. Две дочери стали мастерами спорта. Ждем внуков. То есть есть понимание того, что, наверное, и внуки пойдут в художественную, ну, внучки, наверное, если будут, да? Если будут внучки, придут ко мне, а если будут внуки, придут к нашему папе, который тоже тренер по атлетической гимнастике, по пауэрлифтингу, и у него тоже замечательные результаты. Есть призеры первенства Европы, в командном зачете он взял в первенстве России, поэтому, конечно, мы любим спорт, мы этим живем. Девчонки, как часто с вами связываются, вот кто вот в Москве, Снежана, да, находится? В Москве находится Злата. А, Злата. Мы регулярно, конечно, общаемся, я помогаю ей в работе, она задает частенько вопросы, так что все на связи. Ну, девчонки, наверное, благодарны, что вы их в свое время тоже с мужем привели в спорт. Конечно, благодарны, конечно, были сложные моменты, различные, неудачные выступления, но все, как видите, закончилось очень хорошо, поэтому они мне очень благодарны. Скажите, пожалуйста, вот, насколько важно вот сохранять такое вот преемственность, что ли, поколение, вот как у вашей семьи получается, да, целая такая спортивная династия? Благодаря спорту дети становятся самоорганизованными, дисциплинированными, целеустремленными. Спорт только одни плюсы, нет минусов. Дети всегда заняты. Ну и плюс приятные моменты побед, достижения, да? Ну да, я люблю в эту комнату заходить, потому что это наши общие победы, за каждым этим кубком, за каждой медалью стоит тяжелейший труд. Это очень сложно, волнительно на соревнованиях. Всегда за своих детей очень сильно переживаешь, как правило, больше, чем за других. Поэтому столько пройдено, даже не верится, как будто бы только-только еще еле-еле ножками ходили. А уже они тренеры, уже взрослые девчонки. Ну желаем тогда побед их, воспитанникам и тем, кого вы сейчас тоже тренируете. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что наши результаты будут только улучшаться, несмотря ни на что, где бы я ни работала. Я очень люблю свою работу, очень люблю свой центр дополнительного образования «Орбита». «Орбита». Тогда будем ждать новых результатов, новых достижений. Обязательно будет. Главное – идти вперед. На сегодня это все. Надеюсь, спортивные увлечения наших героев не оставили вас равнодушными. Не раздумывайте, спортзал ждет вас. А мы отправляемся на встречу с новыми интересными героями, живущими среди нас. О них в следующем выпуске проекта «Детали и формат». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok